Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня делаем квестлайн, который был запущен в первый день события Тайны Азерота. Это событие будет длиться несколько недель, и каждый день нам будет открываться новый квестлайн. Но если вы в какой-то день офикашили, не заходили в игру, то не переживайте. Можно эти квестлайны делать в абсолютно любое время. Они настакиваются, они накапливаются, и можно успеть за теми людьми, которые делают просто-напросто квестлайны каждый день. И самый часто задаваемый вопрос, что мы вообще лутаем за эти Тайны Азероты, и что мы получаем? Во-первых, ачивочки, куда же без них. Во-вторых, различные коллекционные вещицы. Там, по-моему, будет маунт, и что-то еще довольно-таки интересное. Маунт альпака, а альпак мы, конечно же, любим. Надеюсь, своим вступлением я вовлек вас в процесс выполнения данного события, и что у нас получается к первому дню. Мы приходим в таверну, жареный барашек, говорим с мобом, потом еще раз говорим с мобом, открываем контейнер, летим в банк, ставим чашу на землю, возвращаемся обратно, говорим, что мы принесли чашу, нам дают копье. После того, как мы получили копье, мы тэпаемся в деревню клыкаров, в которой мы варим суп, и нам нужно отдать копье сидящему маржу в таверне, в которую мы спускаемся. Отдаем копье. Теперь нам нужно посетить других клыкаров, которые находятся в драконьем погосте, а драконий погост находится в Нордсколе. Показываем копье клыкару из Нордскола, он говорит нам о том, что мы должны доставить копье к статуе. Доставляем копье к статую, находящейся в Борейской тундре. Нам предстоит довольно-таки долгий полет, около трех или четырех минут, в это время можно отвлечься и заняться своими делами, или же, например, подписаться на канал и поставить лайк этому видосику, а почему бы и нет. Получается так, что мы долетаем до этой статуи, выкладываем копье, получаем достижение, получаем прогресс в другом достижении, а также мы можем заметить игроков, стоящих рядом с этой статуей, и убив впервые этого мобчика приходящего, мы лутаем кошелек. В нем находится 200 золота. Видосики с дальнейшими днями, с дальнейшими квестлайнами, само собой будут на ютубе. Я, быть может, буду их группировать, то, что день 1 плюс день 2. А в дальнейшем, когда сделаются все квестлайны абсолютно, все 15 дней, то будет один объемный глобальный видос. Как я правильно понял, это можно будет делать даже после того, как событие истечет по календарю. Быть может, я не прав, но что-то примерно подобное я видел на твиттере. Приступим к выполнению секретов второго дня в событии Тайны Азерота. В основном мы будем крутиться в Вальдракене, но все же нам придется посетить пещеру Заралек, а также равнины Онары, и немножко придется вылететь из города. В целом, самое главное следить за координатами, которые находятся над кругом с этим левелом, и все будет замечательно. Говорим с мобом, с Бобби, даст нам записку, потом мы говорим с Ругосой. Нам нужно будет принести особые реагенты для изготовления особого блюда. Нам потребуется сыр, который мы покупаем прямо в городе. Далее мы телепортируемся в пещеру Заралек или сами летим. Можем использовать все, что у нас есть в наличии. В Луаме, в пещере Заралек, мы покупаем грибочки. Далее мы перемещаемся в равнины Онары, и в равнинах Онары нам нужно купить филе. После закупки абсолютно всех реагентов у торговцев, либо после закупки абсолютно всех реагентов на аукционе, мы телепортируемся в город. В городе мы отдаем реагенты Ругосе, этой учительнице кулинарии, и она делает для нас 10 порций особого блюда. Нам потребуется всего лишь 5 порций для учителя инженерного дела. Отдаем и получаем первый предмет зеленого качества. Для получения второго предмета зеленого качества, нам для начала нужно поговорить с грифоном. У него в клюве находится нужный нам предмет. Нам надо принести ему рыбку. Чтобы достать эту рыбку, мы должны убить моба с именем Голодная Тиранья. Немножко вылетаем из города, спускаемся в водичку, там их будет несколько штук. Убиваем, лутаем нужную рыбу, вновь общаемся с грифоном, и получаем нужный нам предмет. Для получения третьего предмета зеленого качества, нам нужно поговорить с гоблином, который находится рядом с лавкой ювелира. И в тот момент, когда мы с ним говорим, у нас имеется нереальный сюжетный выбор. Либо мы сразу ему платим тысячу золотых монет, либо мы гасим его долг. По словам гоблина, долг равняется 200 золота. На самом деле, он чуточку больше, но мы все равно сэкономим львиную долю золотых монет. Поэтому, конечно же, платим его долг. С целью того, чтобы оплатить его долг, нам нужно вернуться в таверну Жареный Барашек. Там имеется странная статуя. Это вход в секретную таверну. Кликаем на эту странную статую, вводим команду Поклон, нас переносит в VIP-комнату. Там также имеется хозяин таверны, и поговорив с ним, мы гасим долг. В тот момент, когда мы погасили долг, подходим обратно к двери, нас тэпает в таверну, обычную самую Жареный Барашек. И мы возвращаемся к гоблину, забираем деталь и объединяем все воедино. В тот момент, когда мы объединяем три предмета в один, мы получаем новое задание, которое, конечно же, летим выполнять. В тот момент, когда мы выполняем задание, получаем игрушку. Игрушку, конечно же, сразу используем, потому что через какое-то время нам сразу же дадут новое задание. Наша задача будет разгадать загадку, которая находится прямо в Альдракене. И нам нужно будет летать по стрелочкам, которые идут по порядку, которые пронумерованы. Летать нужно именно в этом порядке. Они немножко спрятаны от обычного взора, но на видео все прекрасно показано. Координаты в целом видны, и места, я думаю, абсолютно всем знакомы. В целом, если дать какой-то итог этому второму дню, то мы просто много летаем в довольно-таки малой площади. То есть много-много летаем просто-напросто в городке. Какой-то такой вот денек получился. На этом пока что все. День один, день два в этом видосике были рассмотрены. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!